«Последние пылки влюбленной» – это история мужчины и трех женщин. Агрессивной дамы, психически неуравновешенной особы и, наконец, жены лучшего друга. У автора пьесы есть пометка – три женские роли может играть одна актриса. Но режиссер Олег Лобозин решил – все-таки пусть это будут три актрисы. И вот Элэйн – властная и ироничная итальянка. Я всегда считал, что романтика зависит от обстоятельств, от людей. Отличная фраза. Для меня она трагичная женщина. Да, с большой-большой душой и с большим прошлым. К сожалению, трагичным тоже. Ну, и в этом заключается, наверное, юмор. В любом случае, как в любой комедии, трагедия настоящая может быть и комедией. Барни Кэшман однажды вдруг или не вдруг решает. Почему хоть раз в жизни я не могу воплотить свои желания, испытать те эмоции, о которых мечтал? Он хочет влюбиться, просто влюбиться на один день, на несколько часов и приглашает трех разных женщин в квартиру своей мамы. Скажи, барни, а как ты прожил свою жизнь? Ну, какими были твои 47 лет? Их можно назвать великолепными? Нет? Нет! Их можно назвать неплохими. Так почему же нахлынула меланхолия и жизнь видится в миноре? В этом кризисе среднего возраста и пытается разобраться вместе с актерами режиссер. Нам было самое главное разобраться, в чем он состоит-то, в чего вдруг у мужчины в какой-то момент, когда у него все хорошо, на первый взгляд, щелкает что-то в мозгу, и он начинает какие-то действия такие совершать, в данном случае пытается, так скажем, завести женщину на стороне. Мы искали вместе, вместе с моими прекрасными партнершами и замечательным режиссером, мы искали вместе, в чем-то режиссер отталкивался от нас, от нашей психофизики, от нашей органики, что-то предлагал свое, но это был совместный поиск. Эксперименты в личной жизни – это тайны, которые надо хранить в семье. Наш пылкий влюбленный после встреч с тремя женщинами возвращается к той, которую действительно любит – к своей жене.